Береза – удивительное растение, которое относится к категории лечебных. Ее почки и сок давно используют в лечебных целях. Но мало кто знает, что и кора березы может приносить людям пользу. Из нее изготавливают бумагу и добывают деготь. Именно деготь обладает высокой ценностью, ведь это средство активно применяется в косметологии, медицине и не только народной, но и официальной. Дегтярное мыло, польза и вред которого, глубоко изучены косметологами и учеными, становится все более популярным. В таком мыле нет отдушки и красителей, оно по праву считается абсолютно натуральным. Дегтярное мыло имеет невысокую стоимость, при этом оно активно помогает решать косметические проблемы кожи и волос. Одним из ведущих производителей дегтярного мыла, который гарантирует отсутствие любых химических добавок, в том числе и парфюмерных, является Невская косметика. Поэтому данное средство может использоваться для мытья всего тела и волос. Можно выделить следующие свойства дегтярного мыла. Избавляет от прыщей и угревой сыпи. Очень полезно умывать лицо людям с жирным типом кожи, именно дегтярным мылом. Полезная вытяжка из коры, березы, очищает и сужает поры. Что влечет за собой уменьшение количества угревых высыпаний. Снижает интенсивность проявления псориаза. Это заболевание поражает не только кожу тела. Характерные шелушащиеся пятна нередко локализуются в волосистой части головы. Вылечить псориаз дегтярным мылом нельзя. Но регулярное мытье головы этим средством значительно улучшает состояние кожи головы. Псориазные пятна будут практически незаметны. Помогает бороться с кожными заболеваниями. Речь идет о дерматитах, экземе и сибореи. Эти болезни проявляются нарушением целостности и кровообращения кожных покровов. Дегтярное мыло обладает регенерирующими свойствами, поэтому его можно смело использовать для мытья при дерматите и экземе. Раневая поверхность будет постоянно дезинфицироваться. Ткани регенерироваться, патология перестанет распространяться. Кроме этого, польза дегтярного мыла заключается в том, что оно избавляет человека от зуда и раздражения в очагах поражения кожными заболеваниями. Ускоряет период лечения грибка стоп. Достаточно каждый день мыть ноги дегтярным мылом и оставлять на ступнях его пену на 10-15 минут, чтобы через 7-10 дней заметить улучшение состояния кожных покровов. Грибковое заболевание станет менее выраженным, а если такие гигиенические процедуры проводить при начальной стадии проблемы, то можно будет избавиться от нее без применения лекарственных препаратов. Кроме этого, дегтярное мыло можно использовать для проведения интимной гигиены. Это средство станет защитой от грибковой инфекции, ускорит заживление микроцарапин и порезов, образовавшихся после бритья зоны бикини. Польза дегтярного мыла для волос тоже очевидна. Оно их укрепляет, делает более пышными, придает им блеск и шелковистость. Косметологи рекомендуют мыть волосы дегтярным мылом непродолжительными курсами, например, два раза в неделю на протяжении двух месяцев. После чего необходимо сделать перерыв в двух-трех месяца. Такая предосторожность связана с риском высушивания кожи головы, что приведет к перхоти, истончению и ломкости волос. Косметологи рекомендуют воспользоваться густым дегтярным мылом. Оно обладает всеми полезными свойствами, но более удобно в применении. Если, например, кожа головы сухая, но есть необходимость укрепить волосы, то густым мылом будет легко обработать именно локоны, не затрагивая кожные покровы. Польза и вред дегтярного мыла для волос присутствуют одновременно. Оно будет полезно при жирных волосах, но может при частом употреблении высушить кожу. Чтобы этого не произошло, косметологи рекомендуют ополаскивать волосы после мытья травяными отварами. Отличным вариантом станет отвар корней лопуха. Ромашки лекарственной или крапивы обыкновенной. Есть два основных момента, которые нужно учесть при использовании дегтярного мыла. Во-первых, оно сильно сушит кожу, поэтому слишком частое его применение нежелательно. Если дегтярное мыло используется для умывания жирной кожи лица, то процедуру можно проводить не чаще два раз в сутки. После того, как прыщи и угревая сыпь станут менее выраженными или совсем исчезнут, дегтярное мыло можно использовать периодически для профилактики. Косметологи рекомендуют после умывания дегтярным мылом наносить на кожу лица увлажняющие средства, либо обрабатывать ее облепиховым миндальным маслом. Во-вторых, рассматриваемое средство обладает не самым приятным ароматом, а так как при производстве дегтярного мыла не используются никакие отдушки, ароматизаторы, то этот специфический запах будет присутствовать и на коже и волосах. Впрочем, к специфическому аромату березового дегтя быстро привыкают. Дегтярное мыло – это натуральное средство, которое отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам и не представляет опасности для здоровья человека. Но нужно помнить, что дегтярное мыло вылечить заболевание не сможет, регулярное применение этого средства лишь скроет внешние патологические проявления. А это означает, что обращение за квалифицированной медицинской помощью к врачу нужно обязательно. Напишите в комментариях, как вы пользуетесь дегтярным мылом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!